Роман, день добрый. Сегодня у нас такое экспериментальное интервью по телефону. Привет, Андрюш. Да, достаточно экспериментально. Хотел с тобой поговорить, в общем, кто победил на этой неделе? На этой неделе сейчас выходной. Так, свечка красная на индексе московской биржи. Ну, кто же победил? В смысле, быки или медведи? На самом деле, никто не победил глобально. Но локально на неделе победили медведи, поскольку пробили достаточно важную поддержку. Бывшее сопротивление – это зона 2378-2383. В прошлой неделе мы от этого уровня отбивались, но затем пробили, оттестили снизу и теперь пробили еще поддержку на 2331, которую никак не можем снизу протестировать. Это, в общем-то, не очень приятный сигнал, но, в общем-то, и не сильно неожиданный. Просто волатильность потихонечку сужается, игроки ищут равновесный уровень для рынка, который будет соответствовать, в общем-то, ожиданиям большинства. Так что, в общем-то, походы вверх-вниз еще какое-то время продолжатся, но затем уже, когда приятный с направлением, куда-то. А привязка с направлением будет связана с динамикой мировых рынков или с какими-то мудренними событиями? Ну, я думаю, вряд ли. Америке уже надо начинать вовиться, потому что все поддержки пробиты. Сейчас за последнюю мы боремся. Мы вряд ли будем двигаться в торваторах западных рынков, потому что мы уже на дне находимся, и сейчас идет поиск каких-то своих уровней. Безусловно, на первых порах американское падение будет на нас оказывать влияние, но оно будет, в общем-то, незначительное и совершенно не такое, как все представили себе, и как все помнят, какое оно было в предыдущие годы. У тебя телеграм-канал, сейчас он набирает обороты. Там люди не переживают, в том плане, что уже две свечки недельные красные на индексе Московской биржи. Они готовы пересиживать падение в акциях? Ну, я-то всех сподвигаюсь подоговаться со стопами и заходить от уровней. Это, в принципе, подобные проблемы снимает. Но что там у кого на уме, я, честно говоря, не знаю. Знаю, что, конечно, 90% никого не слушаются. И даже если знают, как правильно, все равно не делают правильно, такова, к сожалению, человеческая психология на фондовом рынке. Она играет против трейдов. Ну, а твоя миссия тогда какая? Ты рассказываешь людям, что вы проиграете деньги, что ли? Да, именно так. Настраиваю всех на то, что если они не будут соблюдать риск мани-менеджмента, если они не будут, в общем-то, пытаться расти как трейдер, то они, да, закончат тем, что проиграют все свои деньги, пытаясь погнаться за легким рублем, в итоге, в общем, окажутся в благовой яме. И, к сожалению, судьба большинства игроков. Ну, вот я, по мере сил, пытаюсь, в общем-то, как-то кого-то из этой ямы вытащить, кого-то спасти, но я сильно понимаю, что большинство в порядке спасется. Либо на рынке выигрывает меньшинство. Ну, мы-то говорим о трейдинге. А если мы говорим о инвестициях богосрочных? Ну, то же самое, в принципе, учу, как правильно выбирать. И, на самом деле, неважно, там, или инвестиции, или интродейные торговли. Фордбустарный анализ, он очень хорошо отвечает на вопрос, что купить, а технический анализ отвечает прекрасно на вопрос, когда купить. Поэтому, в общем-то, и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения просто каких-то там локальных заходов, самое главное, это правильно выбрать уровень, от которого рынок двинется в твою сторону. Вот этого я и пытаюсь людей научить. На этой неделе вышла интересная новость, что цены удобрения по итогам года могут на 70% вырасти. Это, по-моему, Международный банк сказал. И, смотрите, Фосагра у нас лидеры роста. У тебя есть в портфеле предводитель удобрений? У меня в портфеле, да, у меня есть Фосагра в портфеле. Я, в принципе, особо их никогда не любил, особенно после того, как в Белоруссии вышел конфликт. Но, вот, опять-таки, был по Фосагра пробой очень сильного сопротивления. Который стал поддержкой, в принципе, на тесте которого я и заходил. На сегодня это две отметки. Это 6,630 и 6,514. Вот второй не добили, от первой отбились. Вот, собственно говоря, в бланге и сижу. Объем 6,514 закрою. А так пока жду тысячу, точнее, десять тысяч пятьсот шестьдесят. Мутишь ли ты интерьер и заплатит ли «Газпром» дивиденды? В каком объеме они заплатят дивиденды? Или тебе, значит, хоть? Не, мне не чхать. Я, в общем-то, давно с очень большим интересом и весельем свяжу за тем, как и «Газпром», и «ВТБ» нам обещают каждый год заплатить по 50% от чистой прибыли. И все время не платят. Мне просто интересно, что будет в этом году. Но поскольку год у нас странный и чумовой, риск мы предположим, что «Газпром» в этом году может заплатить какие-то высокие дивиденды. Просто чисто потому, что тут вряд ли кто-то ждет в этом году. Но, тем не менее, заплатят. Не могу сказать, что там 50% от чистой прибыли. Но что-то такое довольно-таки весомое. Просто чисто такой картинный жесть, чтобы показать, что в «Газпроме» денежки вывозят до сих пор. Несмотря на санкции и все остальное. Это, по идее, должно подвигнуть к восприятию духа трейдеров. Не только в «Газпроме», но и в других бумажах. В общем, поверьте, что в России не так все плохо, как рисуется западом и паникерными параноиками. Ну и начать что-то покупать. Понятно. Ты, говоря по фене, мочканул доллары несколько раз. А ты сам сыграл на ослабление доллара к рублю? Да я с 121,5 шорте от уровня, который во всех кутюгах выявлял, что это окончание тренда. Единственное, что сейчас мы добрались по «Сишке» до сильной поддержки. 65-200 она. Мы ее пробивали, даже тестили сегодня снизу. Опять вернулись вверх. Короче, вот «Си» у меня лонг пока. Вот 65-200. Если уровень снова будет пробить и протестировано снизу, открываю шорт. А вот «Бакс» он пришел сейчас на тест как раз своей супер-купер-поддержки, от которой до этого отбивались. Это 65-65. Ну, в принципе, сейчас пока что отбивается. Так что по «Баксу» снова шорт восстановил. Если этот уровень будет пробит, 65-65 и протестирован снизу, то, в принципе, можно рассчитывать на либо разворот, либо какую-то, в общем-то, такую хорошую коррекцию, как минимум до 71-60 или 72-35. А если и этот пробьем, то, в общем-то, 80-90 можем сделать. Что, конечно, вряд ли. Но вот если все-таки поедем ниже, то следующая остановка в «Баксе» – это 58-3. И, в общем-то, основная цель – это 55-55, где-то 56. Вот так вот. Ряд событий, в том числе, предыдущий шестой пакет санкций против России, против нефтегаза, как бы ограничения по продаже нефти российской, не дают нефти упасть. Ты сам участвуешь в этой игре в нефти? Ну, вот я пока шорт открыл от 110,2. Но, по ходу, уровень пробивается. Сейчас трестятся сверху. Если пробьем еще и 110,6 уровень, то вполне возможно, что поедем на 114,5-115,8. Оттуда снова будут пытаться шортить. Мне пока кажется, что из этой формации сходящегося треугольника выход должен быть вниз. И вот, так сказать, в этой итерации, по идее, либо от 110,2-110,6 мы вниз поедем, либо от 113, а, скорее всего, тогда уже 115-115,8. Из этого диапазона. А пробьем 115,8, запретимся выше, и будут тогда уже брать ловок и держать до 150. Последний раз мы говорили, что ты гонял в крипте. В крипте ты работал, совершал сделки. Вот это вот феноменальное... Во-первых, объясни мне, пожалуйста, что это за уровень 26300, который биткоин потолкнулся наверх. Я не могу понять, что такое за уровень 26300. И что думаешь по биткоину? Так, а я что, этот уровень озвучивал? Нет, я просто говорю, вот, сейчас без претензий, просто мне интересно. Ну, на самом деле, по мне, так он развернулся и из пустоты, потому что ближайшая поддержка по биткоину на 25,810 находится в настоящий момент. Вот, и, в принципе, будут, я пытался, наверное, оттуда его снова купить. Вот, но вообще, в принципе, там печальное положение деле. Мы пробили очень сильную поддержку на недельном графике 35,080. И вот будем тестировать этот уровень. Если отобьемся, то, в общем-то, дорога биткоина дальше вниз. Где-то 21,200, даже 15,500 можем сходить. А можем даже на 4,900 сходить. В любом случае, в общем-то, тренд по индексу криптовалют в топ-20 повышательный он пробит. Сейчас идет тест по индексу сопротивления основных. Это 12,100 и 12,580. Если мы отбиваемся, то индекс криптовалют полетит дальше. И, в общем-то, многие, скорее всего, криптовалюты не выживут. Останется только основная, это биткоин, эфир, там еще осталось. Но, в принципе, как, в общем-то, и планировалось. Но, в общем-то, вернуться выше, значит, наверное, развернулись. Но вот я думаю, что пока Америка не разворачивается, мы, в общем-то, и крипта будет падать как раз в русле рынка Соединенных Штатов какое-то время. Ну, пока, в общем-то, все не поймут, что в долларе сидеть бессмысленно и беспощадно, и не начнутся заходить какие-то цифровые вещи. Роман, спасибо большое за интересное интервью и хороших выходных. Да, конечно, спасибо всем. Большой привет. Спасибо.